Дворец Спорта Видное Дело, которое у нас проводится под эгидой Московской епархии Русской Православной Церкви, оно будет жить, оно традиционно, и к нам присоединяются и другие субъекты. Во время встречи благочинной церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин коснулся темы общения школьников в социальных сетях с точки зрения духовно-нравственного воспитания и популяризации православной культуры через интернет. Все дубное, острое, яркое, скандальное, примитивное, смешное пользуется гораздо большей популярностью, чем умное, разумное, неплохое и так далее. И мы, к сожалению, и это закладывает внимание. Здесь мы тоже, к сожалению, проигрываем в этой информационной конференции. Мы должны искать возможность поменять эту среду. Также поднимались вопросы взаимодействия духовенства и сферы образования. В России очень важно, чтобы было сотрудничество между школой и церковью. Нам есть чем поделиться и дать радость и детям, и взрослым. По завершении конференции гости осмотрели в фойе Дворца спорта выставку «История православия», подготовленную силами творческих студий Ленинского района. Любой желающий мог принять участие в мастер-классах по народной росписи и изготовлению игрушек. Три тысячи человек, в том числе делегации школьников со всей Московской области, собрались во Дворце спорта, чтобы стать свидетелями главного события дня – открытого урока на тему «Свобода, семья, счастье». «Это три важнейших слова в жизни человека. Свобода. Все люди должны быть свободны, счастье. Зачем жить? Люди живут, чтобы счастливыми быть. И семья. Мы родились в семье и живем в семье. Земья – это как наши спутники по жизни». Многие ребята всерьез интересуются русской культурой. И поездка на открытый урок для них – важное событие в рамках изучения славянской письменности. «Язык – это единственное, за что можно зацепиться сейчас. Это единственный последний камень, который остался от старого монумента». Урок прошел в виде театрализованного представления. Школьники прослушали назидательные наставления о семейных ценностях в рамках постановочной беседы между учителем и учениками. «Очень почетно в юбилейный год встречать высоких гостей, понимая, что это мероприятие носит глубокий духовно-нравственный характер. И поэтому я считаю, ну и по оценке, мы в самом начале видели такую бурную реакцию детей, когда они еще галдели немножко сидели, но в конце они все как один встали и уже практически в тишине аплодировали, потому что был преподан такой урок, который позволил им заглянуть в свою душу». Стоит отметить, что следить за уроком могли не только находящиеся в зале. В интернете осуществлялась прямая трансляция мероприятия.